Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Годовщина смерти общественного политического деятеля, великого филантропа и бизнесмена Погоса Нубара Паши Озвученные диктатором Баку идеи противоречат общечеловеческим ценностям Армянский вопрос и архивный бюллетень геноцита Презентация книги «Армянский патриархат Иерусалима» Богатая история и традиция Обращение известного итальянского издания к нашей стране Армянские шахматисты стали единоличными лидерами юношеского чемпионата Европы 24 июня состоялось очередное заседание Совета правительства Республики Западной Армении Приветствую присутствующих президента Республики Западной Армении Лидия Маркусян Поздравила с 8 годовщиной ратификации Северского договора Подчеркнув, потребовались годы работы и усилий, чтобы на международных площадках Мы ратифицировали Северский договор и сделали узнаваемым существование Республики Западная Армения Прежде всего, хотела бы поздравить Арменака Абрамяна, который заложил основу для правительства Республики Западной Армения Армян всего мира, армянского народа, проживающего в Республике Западной Армения Членов правительства и Национального собрания Республики Западной Армения Сегодня у нас есть послы и консулы в разных странах мира Мы ратифицировали Северский договор и сегодня 8-я годовщина, с чем я вас поздравляю Это очень важный факт для нас Мы достигли этого благодаря многолетней ежедневной и упорной работе Начало правления Республики Западной Армения было положено освобождением Арцаха Именно этот дух победы и освобождения мы переняли и руководствуемся этим духом в деле стабильного становления Республики Западной Армения Почекнула президент Республики Западной Армения Лидия Маркусян Заседание продолжил Арменак Абрамян Представив некоторые подробности о дорожной карте встречи Министерства иностранных дел Республики Западной Армения Сообщив, встреча с руководством ВИПО состоится 11 июля текущего года Государство Западной Армения имеет полное право ратифицировать Северский договор Как наследница государства, признанного Верховным Советом в 1920 году Об этом на встрече, посвященной 8-й годовщине ратификации Северского договора Заявила президент Республики Западной Армения Лидия Маркусян Путь, пройденный для ратификации этого договора, был долгим и трудным И речь идет о достоинстве целой нации и ее неотъемлемых правах Судьба армян в Западной Армении имеет историческую, правовую и генетическую связь с нашей нацией Подчеркнула Лидия Маркусян Командующий армией освобождения нашего народа Арцаха, почетный член Национального совета Западной Армении Леонид Асгалдян сказал следующее Земля Арцаха неотъемлемая часть Армении Леонид Асгалдян пал 21 июня 1992 года Но память о нем продолжает существовать в нашей борьбе Мы продолжаем эту борьбу на правовом, дипломатическом и политических уровнях Армянская национальная делегация, возглавляемая Паугосом Нубаром более 100 лет назад И сегодня продолжает свою работу на дипломатических площадках В частности в офисе ООН Женевы 104 года назад Западная Армения сталкивается с незаконной оккупацией своих территорий Северский договор это не утопия и не документ, который заменил Лозанский договор Северский договор это международная правовая реальность, имеющая силу закона Подчеркнула Лития Маркусиан Следовательно, для президента Республики Западной Армении Решение вопроса границы Армении и процесс выживания нашей истории Имеют жизненно важное значение Выдающийся армянский общественный политический деятель, великий филантроп и бизнесмен Паугос Нубар Паша На протяжении десятилетий также руководил борьбой армянского народа за свободу и самопределение Паугос Нубар Паша сын премьер-министра Египта Нубара Паши Симуа Нубарян родом из Арцаха Паугос Нубар родился 2 августа 1846 года в Константинополе Образование получил в Европе, в Швейцарии, далее продолжил учебу в Центральной школе Парижа Получив образование инженера Получив профессиональную квалификацию, Паугос Нубар Паша в качестве инженера приступил к работе на шахтах Франции После работы на железной дороге, внедряя некоторые из своих инноваций Спустя время Паугос Нубар переезжает в Египет Благодаря высокому положению отца занимает ответственные должности Генеральный директор египетских железных порог, директор английской компании в Александрии На этом сфера деятельности не ограничилась Паугос Нубар стал инициатором основания и руководителем нескольких крупных предприятий Египта К сожалению, не всем известно, что Паугос Нубар был и изобретателем В 1900 году был награжден золотой медалью на международной выставке в Париже И высшим французским рыцарским крестом почетного легиона засозанный им механический плуг трактор Великий Армении впоследствии получил еще несколько европейских наград за изобретение В частности, в 1906 году завоевал золотую медаль на Миланской выставке В разные годы был удостоен государственных наград от правительства Египта и Бельгии Будучи политологом, также известен как величайший благотворитель В 1906 году по предложению Ерванда Агаттона Паугос Нубар основал Всеобщеармянский благотворительный союз, лучшую структуру для защиты нации В армянской действительности благотворительность имеет тысячелетнюю историю Целью этой инициативы было урегулирование вопросов, имеющих общеармянский характер и совместное решение Всеобщеармянский благотворительный союз является первой общеармянской структурой в армянской действительности Паугос Нубар был очень любим армянским народом и ознаменован Пашой Еще в 1912 году с целью защиты интересов западных армян по инициативе католикосов всех армян Георго Сурья Нянца формируется национальная делегация политический представительный орган Задачей которого была защита интересов армянства Главой национальной делегации назначен Паугос Нубар Нубар приступает к делу На всех международных дипломатических конференциях предшествовавших и последующих до Первой мировой войны Национальная делегация во главе с Паугос Нубаром активно защищает интересы армянства Великий благотворитель и великий армянин ушел из жизни 26 июля 1930 года Президент Баку продолжает политику многослойного искажения реальности Представляя себя международному сообществу в желаемом цивилизованном свете В обращении к участникам 29-й встречи высокого уровня на тему «Путь КОП-29. Устойчивое и прочное будущее» Говоря о деятельности Международного центра имени Низами Ганджеви Отметил, что руководствуется философскими мыслями, передовыми идеями, общечеловеческими ценностями И принципами гениального бакинского поэта и мыслителя Низами Ганджеви Между тем, всеармянский союз Гарнар Ширван Нахаджеван отмечает, что, как и во многих других случаях, и сейчас возникают некоторые вопросы В частности, является Низами Ганджеви азербайджанским поэтом И может ли Международный центр, созданный при президенте Баку, руководствоваться передовыми идеями, общечеловеческими ценностями и принципами «Союз» пишет. Персидский поэт Низами Ганджеви, родившийся в городе Ганзак, писавший исключительно на персидском языке усилиями советской власти, только в 1938 году стал превращен в выдающегося азербайджанского поэта По той простой причине, что в нынешних границах государства Баку необходимо было изобрести историческое прошлое в присутствии соответствующих политических и культурных деятелей В противном случае было бы невозможным доказать существование государства Азербайджан в прошлом, что было на повестке дня Ведь ни советское центральное правительство, ни националистическая элита советского Азербайджана не были готовы признать, что азербайджанское государство было создано лишь в 1918 году Без определенного уровня этнического самосознания населения, говорится в статье Еще одна смехотворная мысль заключается в том, что основанная на искажении организация, созданная при президенте, который спровоцировал как минимум три войны Сделав героя, зарубившего топором спящего армянина, привел к куманитарной катастрофе более 120 тысяч этнических армян Провел этническую чистку, может руководствоваться прогрессивными идеями, обещать человеческими ценностями и принципами И предлагать новые подходы к решению актуальных проблем в мировой повестке дня Следовательно, озвученные диктатором Баку идеи противоположны той реальности, в которой регион живет уже несколько десятилетий Всеармянский союз решительно осуждает деструктивные заявления и призывает международное сообщество и организации, сотрудничавшие с еще помянутым центром, следовать принципам и нормам международного правосудия Чтобы не стать соучастниками преступления, совершенного диктатором Баку как во внутренней, так и во внешней политике В Ереване прошел вестник армянского вопроса и архив геноцида, совершенного против армян Презентация первого тома книги «Армянский патриархат Иерусалима» Труд представляет собой сборник исключительных документов, касающихся геноцида, совершенного против армян Архив, которым воспользовались авторы, был в необработанном виде, хранился в 11 архивах, представляющих период с 1912 по 1922 год По словам одного из авторов книги, целью было создать обширный список новостей, в котором представлены документы, которые все еще хранятся в первом архиве «Мы представили некоторые документы, учитывая важность материала, в частности, османских документов, чтобы они были доступны широкому кругу», подчеркнула Люсине Саакян Популярное итальянское издание обратилось к Армении, об этом сообщает Комитет по туризму Восточной Армении Итальянские журналисты поделились своими впечатлениями о визите в Восточную Армению Наша страна была представлена как безопасной, с богатой историей и традициями страной, заслуживающей большого внимания со стороны туристов Как только я приезжаю в Восточную Армению ночью, первое, что я замечаю, это надписи на невиданном алфавите Здесь говорят на языке индо-европейского происхождения, но не имеет ничего общего с другими языками Алфавит из 36 букв, за которым в последующие века были добавлены еще три буквы, был создан Месропом Маштоцем в 405 году И, по-видимому, один из самых полных на уровне звука Следовательно, армянам очень легко выучить другие языки, пояснил журналист Коснувшись армянских монастырей, кухни и Арарата, назвал ее потерянной горой После четырех туров юношеского чемпионата Европы по шахматам, проходящего на греческом острове Родос Сборная Восточной Армении единолично взяла на себя лидерство в турнире В четвертом туре армянские шахматисты победили рейтинг фаворита первенства Сборную Израиля со счетом 2-5 и 1-5 Победу одержали Омин Оганян и Роберт Пилопосян Напомню, в пятом туре армянская команда сыграет со сборной Польши Сборная Восточной Армении лидирует с очками 3-5 Германия, Израиль и Польша отстают на половину очка Такими были новости на сегодня Мира вам и добра